Всем огромный привет! Сегодня хочу поделиться своими покупками из большого гипермаркета Globus. Была я в гипермаркете в городе Котельники на Новорязанском шоссе, дом 24. Часто я там бываю, потому что недалеко у меня находится там работа. Очень мне, если честно, нравится данный гипермаркет своим ассортиментом. Часто очень бывают там какие-то скидки акции. Но, по крайней мере, мне он нравится больше, чем в Пушкино и в городе Королев. Хотя там тоже очень неплохие гипермаркеты. Давайте расскажу вам, что купила. Купила много интересного, такого немножко для души, для сердца, согревающего. Ну и, конечно же, продукты обязательно куда же без них. Очень хорошая акция в этот раз в Globus была вот на такой зеленый горошек и кукурузу. По 49 рублей. Не смогла устоять. У нас скоро, не за горами, совсем скоро большие праздники. Да, это Новый год. Конечно же, нас ждут всех салаты, какие-то закуски. И кукуруза, и горошек как раз очень нужны, особенно по акциям. Без акции стоит немножко дороговато. Больше 60 рублей. А по акции за 49 рублей в самый раз. Это баночки такие большие, стандартные, не маленькие. Сейчас скажу, сколько грамм. По 400 грамм, да, здесь. Вообще, кукуруза и горошек данной фирмы мне очень нравятся. Поэтому, как только вот вижу по акции, не могу устоять. Всегда покупаю. И в связи с предстоящими в скором времени праздниками, аж взяла по две баночки. Очень была просто умопомрачительная акция на данные огурчики, дядя Ваня. Несколько видов было представлено там данных огурчиков. Все были по 99 рублей. Это очень дешево, потому что без акции огурчики дорогие. Мои любимые огурчики такие, это, конечно же, по-берлински. По-берлински я уже взяла себе на Новый год в другом магазине. И в этот раз в Глобусе выбрала вот такие огурчики закарпатские. Не знаю, чем они отличаются. Я думаю, видом маринада, которым они замаринованы, были еще дамские. Были огурчики по-восточному. Очень тоже мне хочется купить, попробовать. Были еще какие-то. И очень прям я загорелась, купила. Хотела взять еще по-берлински. Но, думаю, по-берлински я уже взяла. Также у меня они пойдут на салат. И уже оставлю до Нового года. Срок годности хороший. Мне, правда, надо было, конечно, посмотреть в плане засолки, чем они отличаются. Ну, наверное, дамские огурчики более мягкие, я так думаю. И не содержат, наверное, чеснока. Здесь содержится зелень укропа, сахар. Состав очень хороший. Семена горчицы. Посмотрите, какие огурчики. Очень люблю использовать маринованные огурчики. Именно. А закарпатские это маринованные огурчики. Именно в каких-нибудь таких салатах. Салаты с маринованными огурчиками. Например, куильные салаты. Очень вкусные. Очень хорошая цена была на творог домик в деревне. По 42 рубля 29 копеек. Единственное, мне кажется, раньше баночки были больше. Не знаю почему. Они сменили упаковку. Упаковочка стала такая аккуратненькая. Но и граммовка тоже уменьшилась. И сейчас граммовка составляет здесь вроде 170 грамм. Да, 170 грамм. Мне кажется, раньше были баночки намного больше. Наверное, грамм по 200, может быть 220. Беру. Кушаем на завтрак. Очень хороший творог. Беру постоянно вот только такой 5,5. Не смогла устоять. По хорошей скидке тоже взяла вот такие вафли. Вафли такие обожаю. Они бывают трех видов. Бывают с абрикосом, с клубникой и с вишней. С абрикосом в этот раз не было. Взяла с клубникой и с вишней. Свои любимые. Делаю чай без сахара. И вот такие вафли. Очень-очень вкусные. Они очень хрустящие. Внутри там такой типа джем. И я не хочу сказать, что они прям слишком сладкие. Какие-то такие приторные. Нет. С чаем без сахара очень вкусно. И данные вафли мне очень нравятся. Как вижу по акции, всегда их беру. Тем более 36 рублей. Но это смешно. В других магазинах они еще дороже. Опять по акции же взяла себе вот такой сыр моцарелла. Хочу использовать его в какой-нибудь салатик. Или съесть даже просто так. Может сделать пиццу. Порезать. Это один шарик. Стоила она 52 рубля 90 копеек. Взяла. Тоже срок годности хороший. Посмотрю. Может сделаю салатик. Или съем просто так. Или использую на пиццу. За 104 рубля взяла еще вот такой сливочный сыр. Очень мне хочется его попробовать. Давно я уже на него засматриваюсь. Взяла маленькую упаковку. Я знаю, что такая упаковка еще бывает и большая. Но мало ли мне не понравится. Поэтому беру маленькую упаковочку. Если понравится, то возьму и приготовим с вами суши. Очень хочется мне приготовить на своем основном канале суши. Да, роллы вот такие. И такой сливочный сыр как раз подходит. Вот здесь написано и для суши, и для роллов, и для соусов. И, соответственно, для каких-то чизкейков. О, какой-то рецептик внутри. Сейчас посмотрим. Да. Там рецепты внутри. Не буду я пока открывать. Но там рецепт чизкейка. Представляете? Значит, мы обязательно с вами сделаем какой-нибудь чизкейк. Если мне понравится данный сыр. Просто улетная акция была. Вот на такой чай Тесс. По 49 рублей. Я не выдержала. Взяла. Я так понимаю, это, наверное, зеленый чай. Да, это зеленый чай. Взяла вот такой пинаколадо. Вообще 49 рублей. Это очень мало. Потому что в других магазинах они стоят такие чаи гораздо дороже. Взяла вот такой со спелым манго и свежим ананасом. Это зеленый чай. Такой я еще не пила. Буду пить. Пинаколадо. Очень, думаю, вкусненький. И взяла вот такой тоже необычный чай. Такой никогда не пила. Это чай тоже зеленый. Я в последнее время стараюсь пить только зеленый чай. Даже не стараюсь пить, а полностью перешла только на зеленые чаи. Это и обычный зеленый чай, и зеленый чай с какими-нибудь добавками. Ну, чтобы как-то подсластить, увкуснить себе жизнь. И вот этот вот чай очень-очень необычный. Не знаю, кто-то пробовал, не пробовал. Но я взяла попробовать. Я думаю, он очень будет вкусный. Это зеленый чай с ароматом фрукта дайкона. Это вот этот такой прекрасный фрукт. И с имбирем. Имбирь, как вы можете знать, такой имеет терпкий вкус. Я пила уже чай с имбирем. Это очень-очень вкусно. Поэтому и сливочные ноты дайкона, думаю, по акции. Я не смогла просто пройти мимо. Светулька, насмотрелась я у тебя, как ты пользуешься. Вот такой вот мельничкой перцев. Увидела по акции за 99 рублей. И очень не захотелось, чтобы такая мельничка была и у меня. Я, когда к тебе приезжаю, мы постоянно с тобой готовим. Используем такую мельничку. Это очень вкусно. Потому что тут содержится несколько видов перца. И красный, и белый, и черный. И, наверное, даже зеленый. Вот я вижу вкрапление зеленых перцев. Потому что здесь, да, белый, черный, белый, зеленый. Но тут есть, конечно, еще и красный кориандр. А, это паприка и розовый перец. И перец чили. Очень вкусная смесь перцев. Вот первый раз я как раз попробовала у своей любимой подруги из Питера. Светулечка, тебе привет. Купила себе. Теперь будет у меня. Будешь ко мне приезжать. И будем с тобой готовить. У меня будет такая же мельничка с перцами. И, конечно же, этот поход в глобус не обошелся опять без рыбного улова. Набрала я вот столько зубатки. Это стейки зубатки. Вы не поверите, по какой она была цене. Это просто бесплатно. Я хотела купить там просто весь холодильник с этой зубаткой. 129 рублей. Я вам даже покажу. Вот так вот поближе. 129 рублей килограмм. Я взяла почти 2 килограмма 200 грамм. На 288 рублей. Я думаю, ко мне скоро приедет моя любимая подруга из Питера. Мы будем с ней готовить зубатку. И обязательно покажем вам рецепт. Рыба очень вкусная. Правда, единственное, надо ее уметь готовить. У меня на основном канале есть много рецептов зубатки. Поэтому переходите, обязательно смотрите. В конце видео оставлю даже ссылки на рецептики с этой прекрасной рыбой. Кто не умеет готовить зубатку, обязательно приготовьте по этим рецептам. И она вам очень понравится. Я придумаю какой-нибудь еще рецепт с этой прекрасной рыбки. У меня такие большие красивые стейки. И обязательно с вами поделюсь. Так же не смогла устоять и нарыбачила опять вот таких аргентинских креветок. Креветки очень огромные, крупные. Они без головы. Да, они очень дорогие. Вот такие крупные креветки. Огроменные. Они стоят 899 рублей килограмм, как можете видеть. Я взяла здесь буквально 10 штук на 282 рубля. 300 грамм. Объясню, для чего взяла. Хочу сделать салатик. Вот столько креветок. Обожаю креветки. Даже просто беру иной раз себе по 10 штук. Делаю либо в салат, либо кушаю так. Креветки очень вкусные, мясистые. Голова лишнего веса не дает. И вот такими 10 штучками можно просто наесться. За 48 рублей взяла свою любимую капусту брокколи. Капусту брокколи могу есть буквально тоннами. Просто кидаю в кипящую воду. 5 минут поварили. Капуста готова. И кушаю ее просто так. Даже совсем не соленую. Ничем не солю. Без всяких соусов. Всего 38 килокалорий на 100 грамм. Капуста очень вкусная. Ем. Всегда беру. Была по акции. Взяла. Буду опять кушать. И конечно же кошки опять своей любимой взяли вот такую рыбку телапию. 319 рублей килограмм. Взяла ей 2 штучки. Я ее отвариваю. Здесь 190 грамм на 62 рубля. Я ее отвариваю. И кошка у меня ест такую рыбку с большим удовольствием. Поэтому, когда бываю в магазинах, неважно, причем где, в Ашане, в Карусели, в каких-то гипермаркетах, вот одну-две рыбки я беру всегда своей кошке. Она очень-очень любит. Еще сделала одну покупку в гипермаркете Globus. Наконец-то я себе купила шикарную вот такую шапку. Вот с таким необыкновенным помпоном. Вот. Увидела ее. Она мне так понравилась. Бросилась в глаза. Шапка просто необыкновенная. Очень-очень мягкая. Сейчас покажу вам, как называется. Шапка Тефида. Синяя. 25% альпака. 50% шерсть. И 25% полиамид. Стоит она 1499 рублей. Но я абсолютно не жалею потраченных денег. Я ее уже носила. Вот. Она очень-очень мягенькая. Она мне очень идет. Она абсолютно... Знаете, вот как я, бывает, надеваю шапки, и после них голова мокрая. После нее голова не мокрая, голова не потеет, не задыхается, да. Очень классная шапка. Я просто рада. Вот. Бэйби альпака. Это вот такая вот бэйби альпака. Посмотрите, какая красота. Она очень-очень мягкая. Она так мне понравилась. Я ее схватила и просто не захотела отпускать. Очень классненькая, мягенькая. На голову не давит. Не жалею. Взяла для себя, для души. Буду теперь носить всю зиму. Хорошая теплая шапочка. Уши не продувает. И мне нравится вот такая вязка. Очень классная. Так. Еще из такой одежды. Еще, наконец-то, взяла себе перчатки. Очень давно хотела. Перчатки стоили 249 рублей. Вот такие. Они тоже классные. Сейчас разрежу, покажу. Вот такие классные перчатки. Там перчатки были и намного дороже. Ручная стирка. Стирать отдельно черное белье. Женский трикотаж. Тоже 70% шерсть у этих перчаток. Мне очень понравилось. Делает производитель, правда, Китай. Но перчатки тоже очень классные. Руки в них не потеют. Они вот такие утепленные. Вот с таким вот мехом. Там перчатки были и по 500 рублей. Но мне вот эти понравились больше всего. Я их померила. Очень классненькие. Такие перчатки. Как раз на зиму. Очень-очень хорошие. Просто клевые. Поэтому вот так буду носить со своей новой шапкой. Посмотрите, как раз они такие зимние, как снежинки тут. Ну, очень мне понравилось. Я очень довольна. Просто счастлива. Перчатки класснючие. Вот такие у меня, конечно, перчаток не было. У меня были самые обычные, такие простые, за 50 рублей из фикс прайса. Так что вот такие перчаточки, такие у меня обновочки. И такая шикарная шапка из шерсти и хвостика альпаки. Вот такая мягкая-мягкая, просто воздушная. Которая очень мне полюбилась. На этом мои покупки закончились. Спасибо, кто меня смотрел. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы в дальнейшем тоже не пропускать новые покупки. Подписывайтесь на мой второй канал обязательно. Основной. На котором будем с вами готовить очень много всего вкусного. Также забегайте, заходите в группу ВКонтакте. Делитесь там моими рецептами. Буду тоже очень рада. Если вам что-нибудь приглянется. И всем до свидания. И пока.